Итак, у меня в руках, я не побоюсь этого слова, сумасшествия 21 века. Десятый айфон, за которым стояли в очередях, коробки от которого продают за 7,5 тысяч рублей. Да, которые сейчас без всяких очередей можно купить до 120 тысяч за штуку. И сегодня посмотрим, пощупаем, ну и поговорим на эту тему с нашим сегодняшним гостем. Доброе утро, у нас в гостях Александр Захариков, заместитель директора специализированного магазина. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, рассказывайте, он у вас один в наличии или уже достаточно много появилось? Слава Богу, мы подготовились, привезли их достаточное количество, сейчас их уже можно приобрести без всяких очередей и все с этим очень. Ну, скажите, новинка-то ожидаемая была, не как лично для вас, а вообще в целом среди ваших клиентов, тех, кто интересовался, заранее спрашивал? Честно говоря, ждали его очень давно и хотели очень давно. Но люди приходили просто в сумасшествии, просто в каком-то, хотели его увидеть. Да, когда, когда. Да, когда, как. То есть, очень-очень взрослый. Ладно, давайте опустимся на землю, Александр. Скажите лично ваше мнение. Стоит он своих денег или это действительно дорогая такая штуковина, которой нужно подходить очень аккуратно и так с плеча не рубить, как раньше? По 60 тысяч уже не купишь такой телефон. Вот. Честно говоря, ну, 120 тысяч он точно не стоит. Ну, как минимум 70, наверное, я бы за него отдал. Поэтому стоит пока что подождать. Скажите, вот этот на 64 гигабайта, на какой еще объем памяти есть телефоны? Объем памяти существует всего 2, 64 и 256. 64 не пользуется популярностью, пользуется популярностью 256. И он сколько стоит? Он стоит у нас сейчас 110 тысяч. Всего-то на всего 110 тысяч. Надо немного подождать, да. Ну, действительно, потому что брать телефон на сегодняшний день с объемом 64 гигабайта и имея на борту обалденную камеру, возможность записывать видео в шикарном разрешении, для этого нужно просто хранилище, да, для того, чтобы все эти файлы у тебя умещались. Там никаких облачных сервисов не хватит и так далее. Что касаемо этого телефона, вот вы, как пользователь, пощупав, потыков, я четко знаю, потому что слежу за всем этим, там вообще поменялось все внутри. И управление поменялось, и даже, чтобы перезагрузить iPhone, там другие комбинации, да, и чтобы как-то и так далее. Долго ли нужно будет привыкать к этому? Для тех, кто пользовался действительно iPhone на протяжении большого количества лет. Сказать вам по правде, я активировал буквально 3 минуты назад и уже успел к нему привыкнуть. Да, так больше того, я вижу, что вы уже успели установить здесь Face ID. Face ID, да. Я вот смотрю, если мы делаем вот так и смахиваем наверх, то в первую очередь он просит... Запрашивает, да. Так, подождите. Почему-то он не запросил у меня сейчас его. Возможно, потому что лица нет перед вами. Давайте вы показывайте тогда. Страшно держать такого круга. Алюминиевая хирургическая сталь. Я надеюсь, как на презентации не будет эффекта с неразблокировкой Face ID. Давайте проверим. Что-то, что-то, что-то. Я тут ни при чем. Нет, я не сглазил, я просто сказал, что действительно, я тоже имел общение с этим аппаратом и для меня пока не было четких алгоритмов, да. Подождем. Когда и что. Наверняка многие из вас задаются вопросом, почему у нас стоит стакан воды. Начиная с седьмой модели проходила такая информация, что телефон имеет водозащиту. Но, скорее всего, наверное, водостойкость, да, некую. Потому что, если вы утопите конкретный телефон, да, и, ну, так говорят, в разъем попадет вода, то могут просто не признать гарантийным случаем. Правда же? Да. Я вообще, честно говоря, смотрю видео, когда в инстаграме, вижу, что некоторые ныряют в бассейн, пытаются снимать видео под водой. У меня просто сердце замирает, потому что я думаю, господи, но ведь один снимок тебе может стоить порядка 70 тысяч рублей. Ну, вообще, компания заявлена, что погружаться под воду можно до одного метра. До одного метра. Ну, что вы хотите сказать, что мы погрузим его? Ну, я думаю, здесь метра нет, да, поэтому... Ну, вы сами-сами, мы не против. Пожалуйста. На глазах. Где вы еще увидите погруженную десятку в стакан с водой? Вот так вот. Работает, стоит и шлет нам привет. Конечно, множество уже было пройдено краш-тестов. Появилось невероятное количество видео, да, тестируют, проверяют, звонят, не знаю, там, сравнивают с другими. Вчера, например, видела отличное сравнение 8-го айфона и вот этого 10-го, когда у них работающие черные экраны. То есть, различие, конечно, потрясающее. Я вчера рассказывал о том, что этот дисплей в этом телефоне пока что еще ни один из смартфонов в мире переплюнуть не смог. Это авторитетное заявление многих мировых изданий. После того, как мы его искупали, давайте теперь посмотрим Face ID. Давайте посмотрим вот эту вот уникальную-то функцию, собственно. Вот смотрите, эмоджи? Нет, когда лицо сейчас отсканируется, так, нам надо как-то... Повернитесь вот так чуть-чуть, да, чтобы камера... Вот так вот, да, вот прямо вот так и вот так. Я нажимаю кнопку разблокировки, здесь вот замочек... Чуть-чуть вот так, чуть-чуть вот так, чуть-чуть вот так, вот так. Нет, вот так, да, вот так. Все, отлично, замечательно. Все, не шевелитесь. Здесь замочек, то есть телефон, датчики уже увидели мое лицо, соответственно, он уже разблокировался. Так. И теперь я просто могу пальцем смахнуть и разблокировать его. Угу. Все очень просто. Другой человек, то есть у вас сейчас это не пойдет, это не пойдет. Ну, я тут кнопки все пытаюсь найти. Да, вы... Ну, тут действительно, да, вот замочек, и сколько бы я в этот замочек не смотрелась... Он... Свет мой зеркальце, скажи, да, на всю правду расскажи. Да. Кстати, если у вас есть возможность использования инфракрасного света, то с помощью него можно посмотреть, какое количество точек находится на лице абонента в тот момент, когда идет сканирование. Просто их там, наверное, миллион. И это, как говорят, жутковатая картина, когда в маленькую-маленькую точку вся твоя физиономия. Ой, здесь в варианте портретной съемки есть еще вот дневной свет, студийный свет, контурный свет, сценический свет, вот такой вот кругляшок тут добавляется. Сейчас я сделаю какой-нибудь кадр на портретной съемке, например, вот студийный свет, сфотографируем коробку. Сфотографировать, у тебя есть возможность, кстати, сфотографироваться. Сейчас, сейчас. Люди продают это удовольствие. Я сейчас пытаюсь сделать. Довольно-таки прибыльное дело. Так. Вот, посмотрите, какая получилась фотография. Ну, значит, вот посмотрите, довольная, довольная, Женя, довольная фотография сделана. Телефон новый. Вот, просто смотрите, какая она красивая, все. Мы, конечно, не можем рассказать вам все технические характеристики, да? Еще есть, нет, есть еще одна функция. Портрет теперь можно делать из фронтальной камеры, да, пользуясь возможностью бесплатной. Давай, сейчас заберут у тебя уже телефон. Мы просто вам даем возможность в помощи, точнее, даем вам помощи в выборе подарка к Новому году. Чтобы вы понимали, что если у вас есть дорогой, любимый человек, потратить небольшую сумму денег, там, тысяча восемь, десять, девяносто. Как это ерунда, а не сумма. Можете подарить такую новинку и сделать человека еще более счастливым. Ведь что для счастья надо? Айфон-десяточка, да? Десяточка в кармане, да и все. Спасибо большое, Александр, за то, что к нам сегодня пришли. А я еще раз напомню, что у нас в гостях был Александр Захариков, заместитель директора специализированного магазина iStore24. Спасибо вам. Теперь вы знаете, где искать их. Пользуйтесь на здоровье. Еще одним счастливым выладателем в нашем городе стало больше. Продолжим программу через минуту.